Доброе утро, друзья. Смотрите, кто к нам ползет. Пытается заползти в ванную. Плохо получается, потому что очень высокий порог тут. Ты ползешь, да? Ты ползешь? Время не первый час. Скоро приедет моя мама делать массаж. Я уже целую кучу дел сделала и кучу не сделала. Вот у нас тут, который цикл уже сушки. Сейчас стиральную машину запущу, детские вещи. Сейчас застирываю то, что с пятнами. Там крутятся, кстати, шторы в детскую. Вы порекомендовали их постирать, прежде чем подшивать. И это был дельный совет. В общем, я их постирала. И сейчас вот они сушатся, высушатся. И после этого уже я их отдам маме. Может быть, даже сегодня они, ну, скорее всего, успеют высохнуть. Вот. Я тут занимаюсь сейчас вот как раз уборкой. Очень много рабочих вопросов закрыла сегодня. И сегодня Алишер убегал из дома. Вы бы его видели. Он забыл. У нас в среду нельзя парковаться на улице с 9 утра до 6 вечера. Уборка потому что. И Алишер об этом забыл. Он вышел из дома в половину десятого. Вы бы видели, как он бежал. Он такой, наверное, там эвакуировали. Но, слава богу, не эвакуировали. Все в порядке. Вот. Так что день начался. Хорошо. Кстати, он на машинке лежит. Ворс, шерсть, которая из предыдущего цикла я вынула. Фильтр почистила. И лего там еще оказался. Я не поняла в чем. Но, наверное, в кармане у Артемия было. Я тут прибралась вчера в шкафу. Видите уже, как он все красивее и красивее выглядит. Вот. Все равно еще две верхние полки не организованы полностью. Но зато вот это вот со средствами. Господи, Алина, сборка играет там. Очень классно я все поставила. Мне нравится. Это у меня для стирки. Это всякая косметика. Ну, там, шампунь и гели наперед. Потому что мне присылают. Еще нам дарят. В общем, это там стоит. И вот здесь вот тряпочки и перчатки у меня. А вот здесь всякие там средства для уборки. Знаете, вот, например, зубная щетка. Я ею всякие швы там, чище, еще что-то. Для посудомойки какое-то редко используемое средство. Мыло там, чтобы застирать. Ну, короче, такое. Я поставила два одинаковых контейнера. И так это круто смотрится. Конечно, все можно хранить в разномастных коробочках, как я делала. Но когда ты берешь одинаковое, просто сразу порядок. И глаз радуется. Короче, я этот шкаф обожаю. Вот. А это да. Это у меня на глажку, на ремонт. Одежда. Вот эту шапку, например, я хочу привести в порядок. Ее надо побрить. Она стала в катышках вся. Ну, вот, надо это, короче, привести в порядок. Но, но это не первоеочередное, поэтому она тут так и лежит. Нет, вы посмотрите на эту маленькую путешественницу. Она в первый раз забралась в ванную. А как ты вылезать-то отсюда будешь, Арина? Весокожая. Как вылезать будешь? Ох уж, это девочка. Ох уж, это девочка. Кстати, ванна у меня одно из любимых помещений в доме. Настолько классно мы ее сделали. Мне тут все нравится. Ну, она готова. Ванна и туалет полностью готовы. Остальные помещения еще нет. Чего-то не хватает везде. А тут уже все сделано и все прибрано. Вот. Я, кстати, еще без косметики. Я только это мазалась всякими штуками классными для лица, потому что я пытаюсь кожу привести в порядок. Очень ее увлажняю. Больше, чем обычно. Ей надо еще-еще. То есть наношу крем и чувствую стяну. То есть наношу еще, потому что, ну, прям совсем тут с непривычки, видимо, действительно. Другой климат не морской стал. Вот. Так что мама приедет. Я, наверное, во время массажа накрашусь. А, кстати, у нас Арина сорвала голос, представляете? Она вчера плакала вечером, пока я мыла лапы собаке. Не то, чтобы она там орала как-то. Ну, просто плакала она. Прежде ничего, потому что хотела на руки. И потом она стала так. И, в общем, она сегодня весь день, когда плачет, так. Ну, чувствуется, что она сиплая. Я погуглила. Оказывается, бывает такое у детей. Почему вообще? Я не поняла, в чем дело. Потому что, ну, реально, она не простужена. У нее не красное горло. Все в порядке. Абсолютно здоровый ребенок. Вот просто она плакала и сорвала себе голос. Не знаю, как она сейчас на массаже будет, потому что она точно пахнычет на массаже. Вчера уже, кстати, намного меньше плакала. Вот. Но все равно. Короче. Арина. Арина, привет. Да ты вообще попала в луне. Ты вчера уже пыталась на четыреньки встать, да? Изучаешь мир тут вокруг. Кстати, кто спрашивал, это плитка, ребят. Это не линолеум. Это мы такую плитку купили в Леруа. Специально под дерево, потому что хотелось как можно больше текстуры такой деревянной. Она мне очень нравится. Потому что все тут вами прям, прям кайфово у нас сделано. Интересно, что делать? Вылезай, давай, сама. Собразит или нет? Толкайся давай. И на руки вставай. А то носом шлепнешься. Не хочу помогать. Хочу, что ты сама сделала. Давай-давай. У тебя получится, давай. Толкайся. Ничто так не мотивирует ребенка, как видеокамера и мобильный телефон. Молодец, Арина, ты справилась. Все, блок сохраняется. Вещи разобрала. Осталось Артемию в комнату отнести. Высушены. Сушилка продолжает работать. Стиралку запустила. Привезли доставку продуктов. Сейчас я ее разберу. В этот раз заказала в пятерочке для интереса. Арина вон уже продукты разбирает. Арина, дай мне. Это мое. Это мое. А тебе вот для массажа уже тоже все подготовила. На. Ну, классный же. Я забрала веселого человека из садика. Довольный такой. Хотя с утра куксился. Сейчас такой довольный. И воспитательница сказала, что небольшой молодец. Очень быстро адаптировался. Как будто всегда ходил в этот сад. В общем, все чудесно. Кипяток. Видите, там. Кто там? Никита, да, сегодня толкал его. А мне, у меня тут, у меня короткая шапка. Шапку, да, надо подправить. Это дурацкая шапка. А, кстати, вот эти варежки, перчатки в фикс-прайсе купила. Идеальные. Не промокаются. Сидят хорошо. Вообще круто. Мы дома, как видите. Арина проснулась. Долго спала. Она уснула под конец прогулки. И проснулась. Я не знаю. Я, короче, успела уже быстрый ужин приготовить. И еще сырники. И подготовить мясо, чтобы готовить на завтра еду. Куда ты собралась? А, к дружке ползал. Вот. Ришка спала. И Алишер приехал пораньше. Мы вместе зашли на... Ну, как вместе. Я зашла на Вайлдберрис без детей. И это классно, потому что здесь, ближайший к нам Вайлдберрис, он со ступеньками. И залезать туда с коляской крайне неудобно. Вот. Поэтому я все время стараюсь либо Алишера отправить, либо сбегать быстренько без детишек. Вот. Забрала там очередную порцайку вещей. Уже намного меньше все. Стала заказывать. Это почти две недели. Я просто... У меня каждый день по куче товаров приходило. Вот сейчас забрала в том числе коробки для обуви. Еще вот эти вот пластиковые буду собирать. Но не сегодня, наверное. И сейчас мальчики пошли отдать машину в мойку. Мы четыре месяца машину не мыли. Это просто жесть. И внутри, и снаружи. Это не машина, это помойка какая-то. И, в общем, на люкс ее отдали. У нас тут как раз недалеко мойка. И Артемий очень хотел вчера сходить в фикс-прайс, купить в автомате игрушку на свои карманные деньги. Но мы забыли. И сегодня забыли. И он расстроился. И Алишер такой, ну, типа, давай пойдем. Вот. И они пошли вдвоем сходить. Арину не стали брать, потому что Арина спала дома. И она проснулась к моменту, как ему ходить. Я говорю, зачем вам ее брать? А то она поползать же хочет. Вот. Поэтому мы остались дома. Сейчас я ее перетащу на кухню. Потому что я хочу поесть. Я еще не ела. Всех покормила. Сама не ела. Вон, стрюку запустила в очередной раз. Поем и продолжу готовить. И потом, может, мне даже повезет. Я что, по дому поделаю. Пораскладываю вещи. Потому что, как обычно, желания есть. Времени нет. Но, когда приходит Алишер, наступает счастье. И вообще, фу-фу-фу-фу. Меня отпускает потихонечку. Потому что Артемий ходит в садик. Алишер приходит пораньше. И на меня нагрузка снизилась. И именно моральная. И я прям хорошо себя чувствую от этого. У меня хватает времени на какие-то мелочи жизни. Там 10 минут книжку почитать. Кремом намазаться. В душ сходить спокойно. Не боясь, что Арина сейчас будет плакать. И сегодня я тоже пойду в душ. Ура! Ну, в смысле, каждый день туда хожу по два раза. Но в том смысле, что я пойду в душ там чем-нибудь намазываться. А не просто помыться быстрее. Потому что вчера, например, мне вообще пришлось. Арина капризная была. Я ее скупала в ванночке. Спустила в воду. Просто залезла к ней в ванну. Сама помылась прямо так. Благо ванна большая. И потом мы уже вместе вытерлись. И вылезли. Потому что если бы я ее вынула, одела и положила, она бы начала орать. Поэтому я просто так сполоснусь. Потому что я ненавижу в кровать залезать, когда вот я целый день там таскала коляску. Ходила, бежала. Пока у меня такой режим дня, что я как спортсмен. Я каждый день потная к вечеру, вся замученная. Поэтому душ утром, душ вечером. Это обязательно. Утром я не могу без душа проснуться. Это привычка. Многолетняя, которой уже 15 лет. И реально, это у меня вместо кофе. А вечером просто что-то. Ну, чистеньким лечь в постели. Опять она попала к Рексе. Да, Рекса. Что ты? Аккуратнее. Аккуратно. Меня спрашивают, не боюсь ли я, что Рекса укусит Арину. Нет, вообще не боюсь. Тем более, что я присматриваю, чтобы она там не дернула ее, не сделала больно. Хочу боюсь, что она наступит на нее. Потому что она это может случайно сделать. И это очень больно. Потому что если она на меня наступает, то у меня синяки остаются. Вот. А тут малышка. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok